Привет, я Анимэджик, со мной тут, как всегда, мои питомцы, неполный их состав, но и, как вы видите, мы не совсем у себя дома, точнее, мы переехали, это наш новый дом, добро пожаловать! Ладно, шучу, на самом деле, сейчас мы находимся в комнате, которую нам гостеприимно предоставили хозяева этого дома. Я в своем телеграм-канале, только что сфотографировавшись вот здесь, выложила пост и спросила, угадаете ли вы про что ролик? И некоторые даже угадали, поставлю-ка я им сердечки, так что приходите общаться в мой телеграм-канал обязательно, нам нельзя с вами потеряться. Сейчас мы пойдем знакомиться с сегодняшним нашим гостем программы, гвоздем программы, хвостом программы. Я надеюсь, вам она понравится, в общем, мы приехали и, надеюсь, нас там ждут уже. Заходите. Кто это? Кто это? Привет! 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 Оооо, как весело нас встречают! А-а-а! Знакомьтесь, собака породы артезиана нормандский бассет, это охотничья порода. А девочки, обратите внимание на их поведение, просто как будто ничего не происходит, никого нет. Это лапитундра, ну ладно, лапита, ее имя лапита. Ей 6 лет, она весит 17... Тихо, за уши же, держу тебя, оторвешь. 17 килограмм. Тяжелая собака. Кстати, в этом помещении есть мои произведения искусства, мой автограф. Это комната моей фанатки. Так что пишите письма, и мы приедем к вам сидеть с вами, с вашими детьми, с вашими животными и с вами. А это мои рисунки. Это я рисовал. Спать мы будем на вот этой кровати, потому что здесь разрешено спать собаками, как вы понимаете. Поэтому они будут спать вместе со мной. Залазь, залазь, толстуха, давай. Вот, молодец. Здесь мы будем спать, жить и все то время проводить, которое мы будем проводить здесь. Учитель русского языка, анимэджик, добро пожаловать на наши уроки русского. Цитаты от Кличко. Все, что было, то было. Все, что будет, то будет. Все, что пришло, ушло. И все, что ушло... София у нас в последнее время живет только под кроватью. У меня теперь у нее новая фишка. Просто куда бы мы ни приезжали, в отель, в гостиницу, дома, в гостях, она спит под кроватью. Домовой. Спишь такой, спишь, спишь, а у тебя там под кроватью просто какие-то звуки такие... Мы будем делать тебе массаж. Режевый жирный животик. Я плохая мать. Я недавно придумала эту новую классную рубрику. Вам она понравилась, вы голосовали за нее лайками. Можете продолжать ставить много лайков на это видео, и тогда мы приедем к вам. Кстати, самый популярный вопрос за всю мою историю на ютубе, это как ты вообще решила стать блогером Аня? Можете дальше задавать мне вопросы свои в комментариях, а я вам на них буду отвечать. Так вот, на самом деле, я просто хотела уметь снимать ролики. Мне подарили камеру, и я начала на нее снимать. Так что две главные вещи в моей жизни, это желание учиться чему-то новому и действовать. Причем я никогда не переставала учиться, это вообще мой самый главный двигатель. Сначала я освоила съемку, потом монтаж. Сейчас, как вы знаете, я осваиваю музыку, я уже выпустила 8 треков, сама рисуя к ним обложки и так постоянно. И сейчас я решила заняться графическим дизайном. Без шуток. Я смогу не просто там превьюшки, например, для своего канала делать, но и создавать дизайн чего угодно от упаковки до книги, от собственных стикеров до мерча. И мне это не просто там интересно и полезно, но я выбрала эту профессию еще и потому, что графические дизайнеры сейчас нужны везде. От рекламы, искусства до IT и банка. Мало ли как жизнь пойдет. И работать можно не в офисе, а я люблю путешествовать. Новички получают от 70 тысяч рублей, а с опытом от 150 и выше. И я стала искать, где мне обучиться, и из всех онлайн-школ я выбрала контенты. Потому что это одна из крупнейших профильных школ, и они дают не только теорию, но и практику. Выполняют задачи от Ашан, Арт Лебедев, Кантата и получают реальный опыт стажировки. И так ты понимаешь, как вообще работает дизайнер. Один или с командой, а в конце у тебя уже готовое портфолио. Ты это все пишешь в резюме и сразу же выигрываешь на фоне других новичков. Я выбрала курс «Графический дизайнер с нуля до про». Тут за 20 месяцев можно собрать 18 собственных проектов и даже пройти стажировку в агентстве Redcat. Обучение во всех направлениях, сайты, моушен, 3D, любой дизайн. И что важно, опыт и умение рисовать не важно. Тут всему обучата, первые заказы можно брать через 4 месяца после начала обучения и зарабатывать по 20 тысяч рублей за проект. Если вы тоже, как и я, хотели попробовать себя в дизайне, но откладывали на потом, используйте мой промокод MAGIC и получите скидку до 50% и мини-курс по насмотренности в подарок. Уверена, так вам будет проще начать обучение. Переходите по ссылке в описании и помните, все приходит с опытом, а опыт приходит с контентом. А пока я не дорогостоящий графический дизайнер, я подрабатываю собачьей няней, причем, видимо, бесплатно. Ну что ж, пошлите выполнять свою работу. Итак, список наших сегодняшних заданий. Нам сегодня надо с лапитой погулять, покормить ее, обязательно ее помыть и, конечно же, поиграть. Что еще делает собака? И поспать. Я вот сейчас с ней сижу рядом и трогаю ее, и глажу, и понимаю, что от нее пахнет. Но это не запах грязи. Если у вас есть знакомый хоть один бассет, вы знаете, что они пахнут. У них очень специфический запах. Даже если они чистые, многие говорят, что они реально воняют. Некоторые прям не переносят этот запах. Ты ее просто один раз погладишь, и у тебя руки прям пахнут бассетом. Какой красивый хвост с белым кончиком. Ну, покажи им свои ушки, Ванюшка. Это же дамбу. Да? Это же слоненок. Какие уши у нас. Смотрите, вы видите, что у меня на штанах? Это не длинная пушистая шерсть, как вот ее мечу. Ты ее берешь вот так вот, и вот эта шерсть вся длинная, она просто так вот раз-раз скамкал в комочек такой пушистый и выбросил. А это вот мелкие такие иголки. Я надеюсь, мы справимся со всеми этими заданиями за 24 часа. Интересно, если я не буду ее держать, она уйдет? В общем, я знаю ее историю. Я хочу с вами поделиться. Почему? Потому что это очень интересно. Я поняла, надо на газон идти. Смотри, что у меня есть. Это мячик для большой собаки. Я просто по привычке кинула его и мячу ее. А он больше, чем именно голова. Так вот, история Лапиты. Когда она была очень-очень маленькая и жила у заводчика, она родилась в семье, где было 11 щенков, она родилась с таким отклонением, которое называлось гипофизарная карликовость. Что это значит? Что она была самая-самая-самая маленькая из всех настолько, что заводчица думала, что она, скорее всего, просто умрет. Ее просто держали, как щеночка, в ожидании, что, к сожалению, этот щенок в живых не останется. Она практически ничего не весила. И по сравнению с остальными щенками выглядела просто как какой-то червяк. То есть все бубусики, бутусики, щеночки ходят в этом загончике, такие не могут вылезти, потому что это слишком высоко и слишком узко. А она просто ползала вот так вот через эту решетку, потому что для нее это не было препятствием, она была слишком маленькая. Когда всех кормили, всем раскладывали по мисочкам еду, никто с ней не дружил, ее там полупили, побивали, отталкивали. И, понятно, никто ей свои миски есть не давал, что делала хозяйка, заводчица. Она просто брала вот этого червяка и клала в мешок с кормом. Нормальная история, да? Вот такого вы точно никогда не слышали. Просто щеночка так вот в мешок с кормом, ну что съест, то съест. Хоть что-нибудь лишь бы поела. И этот червячок просто валялся в этом мешке с кормом, там он и обедал. Когда хозяева Лапиты увидели эту масявку из всех среди остальных нормальных щенков, и заводчица сказала, вообще на самом деле мы как бы будем ее либо усыплять, либо что-то с ней сделать. Ну, в общем, как бы понятно, что собаке жизни не будет. Но, как вы видите, судьба распорядилась иначе. Хозяева ее говорят, в смысле вы что? Типа мы ее заберем. Где-то в 3,5-4 месяца они стали возить ее по всяким анализам, по всему. И в конце концов ей ветеринары сказали, что у нее этого диагноза нет. И после где-то 4-5 месяцев собака уже жила у своих хозяев. Она ела и в итоге превратилась в 17-килограммового артезиана нормандского бассета. Нормального. Вот так. Лапитка, смотри, что у меня есть. Смотри, что у меня есть. Игруха твоя. Да блин, Лапита. Итак, Лапита кушает у нас 2 раза в день, утром и вечером. Сейчас я буду всех кормить, всем насыпать корм. А еще тут есть еще одна собачка. Это дворняга Найда. Ей минимум 17 лет. То есть 17 лет она живет в этом доме. А сколько ей на самом деле лет, по сути, толком никто не знает. Там старушечка. Софи уже ждет. Проблема в том, что собак много, и они все друг у друга еду прут. Ну, по крайней мере, Юми точно. Софи вот тут. Иди. Это твоя будет еда. Иди кушай. За обе щеки уплетает, пока у нее никто не попер. О, как быстро можно приучить собаку есть, конкуренцию ей создать просто. И все, все, не надо даже заставлять. Софиша сейчас будет охранять. Если она не голодная, она будет вот так вот лежать у своей миски. Лапит. Лапит, иди кушай. Смотри. На, на. Лапита, ты что? Иди. Софи, это не твое. Лапита, иди ешь. Я приверженец того, что если собака отказывается есть, не надо ее заставлять. Когда она проголодается, она сама поест. Я вот, например, поем. Если я ем, меня вот заставлять не надо. Софи, это не твоя миска. Софи, это не твое. Все, сейчас мы будем надевать супершлейку на этого монстра гигантского. Давай. Ты умеешь надевать, а я вот нет. Лапу-то дай сюда, вот так. Фу, ну что, пошли? Ну, нормально. Лапита, что делает эта собака? Она грызет свой поводок. Нельзя, фу, 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 нет, нет, нельзя. А ведь чужую собаку-то так не поругаешь, как свои... Их, боже мой. Какая прекрасная погода. Боже мой. Ничего себе, ты сильная. Я в прошлом владелец четырех собак, но я гуляла с маленькими четырьмя собаками. Это когда ты делаешь вот так, и все, и собаки рядом. Это охотничья порода, поэтому эта собака очень сильная. Так можно ноги себе переломать. Ай, радуется. Я поняла одну вещь, что ни в коем случае нельзя держать рулетку и вот эти поводки в одной руке, потому что когда она тянет, эту руку, поводки тоже тянутся, и собаки задыхаются. Какая же ты сильная собака. Подожди ты. Это же летающая собака. Там собака большая. Машина, собака. Это тебе не с четырьмя маленькими козявками гулять. Куда сам потащил, туда и пошли. Здесь тащат тебя. Нет. Лапита, стой. Господи. Очень трудно. Укорачиваем рулетку. Юми, нет, не нарывайся. Юми. Так. Да блин. Да. Мы проходим мимо. Мне кажется, он более испуганный, чем они. У меня будет очень завтра болеть рука. Правая. Ты играешь с палкой, Лапита? Смотри, палка. Палка. Лапита, смотри. Лапита. Лапита. Смотри. Палка. Юми, Софи или Лапита. Гонка. Раз, два, три. Побежали. Побежали. Юми, что реально быстрее всех в нас бегает? Софи просто такая. Где я? Кто? А у нас самая старенькая. Это была гонка, в которой бежал и ребенок, и бабушка. Кто быстрее? Кто быстрее? И бабушка такая. Лапите 29 августа исполнилось 6 лет, а Юмичу 27 декабря исполняется 8 лет. А ты же охотничья собака, ты должна быстрее Юмичу бегать. Юми просто чихуашка какая-то, а ты? Лапита прям не хочет идти с нами туда. А прям не сдвигается с места, если вот так вот за поводок дергать. Я могу всем весом повиснуть на собаке, вы понимаете, нет? Просто я вишу. Я вишу на одной руке. Я удерживаюсь на собаке. Капец. Понимаете, какая мощь у охотничьей породы? Офигеть! Я впервые такое вижу. Сейчас Лапита просто поворачивается, и я падаю. Вы видите эти глаза? Вы видите эти глаза? Лапита идет домой. Софи, Юми, не лаем. Нет, нет. А у вас что? А это такая низкая собака, знаете, с большими ушами длинными. Так, тихо, тихо. Вы сейчас видели человека с собакой-поводырем. У меня вон собака-поводырь просто. Если вы помните, мы были на одной огромной выставке, и я снимала все, что там происходило. И в том числе там был тренажер для людей, чтобы они могли почувствовать себя слепыми. Я даже показывала, как это происходит. Очень скоро будет прикольная выставка, и я хочу снять там ролик. Поэтому, если хотите, лайк. Будем выбирать там породу. Может быть, породу нашего будущего щенка. Я не снимаю поводок и шлейку с Лапитой, пока мы не зайдем за территорию. Собака домой хочет уже. Господи, отстаньте от меня, я не хочу гулять. Подожди, Лапит, хозяин должен заходить первым. Заходим. Если вы обратили внимание, из-за того, что Лапита живет за городом, у нее как такового ошейника нет. То есть, есть шлейка, которая снимается и надевается перед прогулкой. Пока. Мы ее потеряли. Меня вот это прикалывает, что девчонки, несмотря на то, что они не особо общаются с Лапитой, не особо коммуницируют, они при этом все время где-то рядом с ней. То есть, они все равно за ней выходят, за ней ходят. То есть, они все равно как будто стайка. При том, что они не играют, не веселятся все вместе. Как и обещала, я привезла собаке много новых игрушек. Лапита, иди сюда. Смотри, какой мяч. А какая груша у тебя. А какая груша. А какая груша. А груша какая. А какая груша. Матчи. Выполняем задание по играм сегодняшнее. Смотри. Фу. Давай, неси сюда. Давай. Фу. Фаер-шоу. Сама с собой играюсь. Фаер-шоу. Фаер-шоу. Лапита. Смотри. Ай. Ай. У меня сегодня день избиения собак игрушками. Лови. Давай. Ай. Давай. 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 На. На. Молодец. Ай, молодец. И потащила просто. Короче, Лапиту назвали Лапита, потому что ее маму зовут Лапин. И фишка в том, что хотели придумать созвучное с ее именем другое имя. Ну и придумали. Иди поиграй. Смотри. А? 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 Что это? Это мяч. Это мяч. Лапита, а это груша. Да. Господи. Юми просто попадает. Просто игрушка. Давай-давай-давай-давай-давай. Ай. Лапит. Просто все меня игнорируют. Когда никто не хочет с тобой играть. Собаки живут своей жизнью. Все ушли. А вот сейчас она делает запрещенку. Ей нельзя на самом деле в грядке. И мне говорили, что нельзя, чтобы она ходила по растениям и в грядке залазила. Там игруха. Игруха. Да? Там игруха. А это твои игрушки. Твои. Твои. Твои, собака. Твои. Твои. Ладно, пойдемте. Почему ты не хочешь со мной играть, собака? Лапита, слазь с грядки. Мне сказали, тебе нельзя на грядку. Зачем ты ешь? Уходи. Лапита. Просто я лох. Принеси. Давай, неси сюда. Неси, моя мысль. Вот мои собаки. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Три. Юмичек, неси. Софи, неси. Неси. Давай, большую игрушку. Молодец. Забудь об этом, Лапита, пожалуйста. Я передаю тебе сигнал. Хоти играть. Мы будем играть. Играй. Играй. Желай играть. Я внушаю тебе желание играть. Это самая худшая няня на свете, знаете. Пойдем купаться. Пойдем купаться. Ну что, козявки, вы готовы? А что вы развеглись-то? Вас-то мыть никто не будет. Мыть будем вонючку. Давай. Молодец. Зато чистая будешь. Будешь чистая. Это как массаж лопить. Смотри. У тебя шерсть короткая. Тебя мыть не как этого, блин, какого-нибудь. Нет. Дичью пахнет. Вот мы сделали пенку тут из шампунчика. Вот. Ну кайф, а? Лапита, кайф же. Ай, кайф. Ай, кайф. Я сразу вспомнила, как я ей воловыла. Короткая шерсть такая вообще. Лапы помоем. Просто не хвост, а палка какая-то. Вот. Какой висит шмак. Вот. Уши грязные у кого такие. Вон сколько грязи. Уши грязные. Видишь, какая грязь. Просто боюсь, собак так не поделаешь. Просто вот так. По жопке. По жопке. Ай, хорошо. Ай. Ну, я мне чебакимон пришел. Чебакимон, тоже помыться хочешь? Жир висит у нас, смотрите. Ммм, сало. Это она похудела. Знаете, как эти? Люди, которые очень толстые, когда худеют, у них кожа такая висит, остается. Ладно. Люди, которые в весе. С лишним весом. Простите за слово толстые. А мы толстые. Сейчас будем смываться. Иди. Нет, нет. Так прикольно на ней. На шерсти. Да, Софиш, ты тоже помыться хочешь? До скрипа надо лапита. Ну, спокойная, да? Кстати, ну вот расскажите свое впечатление. Мне кажется, лапита прям такая суперспокойная собачка. Мне кажется, вот Юмичу может затрыгнуть и выпрыгнуть из ванны. Лапита слишком длинная. Неудобно ей будет. Ну, тогда будем вытаскивать. Давай, залазь в ванну. Запрыгивай, да? Мы не будем это вставлять в видео. Меня просто убьют хозяева. Скажут какую-то сумасшедшую женщину. Мы лучше платную няню наймем, чем вот эта вот. Что она делает вообще? Лапит, все? Ничего? Все хорошо? Все хорошо? Перестаньте делать все это со мной. Я просто хочу лежать. Просто хочу спать и есть. Кстати, про еду. По-моему, нам всем пора ужинать. Пошлите есть. Пошлите. Давайте, вперед. Спускаемся. 8.30 вечера. И в это время лапита уже идет отдыхать. Юмичу, иди. Софиш, иди сюда. Лапит, иди сюда. Иди кушай. Иди сюда. Иди сюда, лапита. Ну, врать для видео мы не будем. Собака не ест. Просто целый день. Лапит. Зато я ем. И в отличие от других мест, где мне приходилось готовить с собой, здесь всегда есть еда. Ее очень много. Она самая разная. И я тут питаюсь как в санатории. Я очень плохая хозяйка. Не берите больше меня сиделкой. Просто дело в том, что я же оставила корм днем. И Юми точно столько бы не съела из Софии. Найда тоже у нее вообще свой режим кормления. Я думаю, что лапита все-таки поела сегодня, просто пока мы не видели. А в 10 вечера у нее вечерняя прогулка. Вот это ее диванчик. Ее местечко. Она тут у нас лежит. Это ее прям диван, понимаете, собачий. Нормально, да? У меня даже такого дивана нет. Поспит. И потом пойдем гулять. Больше всего меня интересует другой момент. София просто до определенного момента охраняет еду. Ест она ее потом, когда никого нет. Юми просто не ест из своей миски, а ест из миски, которую дали лапить. Надя на это все смотрит и просто не понимает, что происходит. Ты гулять хочешь? Что, гулять пойдем? Лапить серьезно, что ли? Ну, собака гулять хочет, оказывается. Ведь выходите. Короче, все решили пойти гулять. Нафиг нам твоя еда вообще? Мы же только что помылись, да? Лапита, конечно же, нужно все исправить. Просто вышли три собаки и тупят на одном куске. Что? Такие, зачем мы вообще вышли? Юми такая, зачем я вышла? У меня там еда. София такая, вообще не понимает. Я просто инстинкт стайный. Лапит. Ну и что? Просто София там ползет сзади где-то. Такая, я не понимаю, зачем мы вышли на улицу, когда там еда? Что мы здесь хотим? Но при этом все вышли. Ну и денек. Спать мы будем все вместе. Это будет наша первая ночь. Брачная ночь. Господи, что я говорю? Я пошла умываться. А чем мне умываться? Я решила, что, оказывается, надо душ принять. Не собираюсь я вставать. В общем, утро. В 4, где-то в 5 утра у Софии был приступ. Она сильно кашляла, бедненькая. В общем, сейчас она уже спустилась вниз. Я думаю, что на самом деле она сейчас будет спать, потому что полночи бедная. Она не могла спать, потому что кашляла. Сейчас мы будем вставать завтракать, и наш день с лапитой закончен. Так что ставьте лайки, приходите в мой телеграм, слушайте мою музыку, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вообще, делайте все, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро.